Всё это в будущем. А сегодня мы продолжаем изучать конфликты. И самый главный конфликт в жизни человека — это конфликт интересов, который возникает между интересами Бога, который хочет, чтобы мы к нему приблизились за эту жизнь, и между интересами нашими, которые хотят наслаждаться в этой жизни своим личным счастьем. И для того, чтобы Бог свои интересы преследует тоже, Он хочет, чтобы мы были ближе к Нему. Поэтому есть жестокая судьба у человека в жизни. Жестокая судьба — это период, который Богу принадлежит, а не нам. Это Его зона, в которую Он цель ставит, чтобы человек поднялся. Ему всё равно, сохранится семья или нет в этом случае. Ему надо просто достичь своей цели. И Он будет всё у нас разваливать, пока мы не поверим Богу. Когда поверим, всё наладится. Я вам сейчас откровенничаю, немножко пооткровенничаю с вами. У меня в жизни была ситуация такая. А вот, девушка, это вы у меня расплакались и ушли? А ну-ка, идите сюда. Сейчас я вас буду мандаринкой кормить. Такая вы замечательная. Даже не представляете. Вы ведь правильно настроены абсолютно, мои хорошие. Вот всё правильно у вас. Сердце правильно работает. Идите ко мне. Какая хорошая, люди как кормят. Всё, счастья вам, давайте. Благословляю вас, чтобы всё хорошо у вас было. Ещё один. Вот. Ещё вам тоже. Я вам расскажу про свою жизнь. У меня была очень тяжёлая армия. И там я приехал из учебки, когда... Я вообще хотел в Афганистан. Я попросился на войну. Там хотел лечить людей, солдат. Так мне сильно. Я написал рапорт добровольцем. Вот. Я в Новочеркасске был в учебной части. Вот. И как раз это в это время война в Афганистане была. И мои друзья многие. Вот. Женя, который ездит со мной. У него отец со мной вместе в одном классе учился. И когда Женя мои лекции узнал, он папе дал лекции послушать. Папа говорит, так это мой одноклассник. И мама тоже начала его слушать. Потом папа Женя трагически погиб. Вот. А Женя вот со мной ездит. Помогает мне. Ну и... Меня направили всё-таки не в Афганистан. Я спросил своего... Начальника медицинской службы. Говорю, почему? Он говорит, а мне твои глаза понравились. И нет. Отправил меня в Минск. В танковую дивизию. Там продолжать служение. Там я служил в хозвозводе санинструктором вот всей вот этой вот батальона там танкового. И, короче, вот занимался помощью людям. И когда я приехал туда, то этот прапорщик, который у нас во взводе на армии руководил, он со всеми играл в шашки. Когда человек приезжает, он в шашки с ним играл. И весь солдат молчали, но смотрели очень внимательно, что будет. Когда я с ним в шашки играл, я-то думал, он проверяет меня на сообразительность. И я пять раз выиграл его подряд. И после этого у меня на полтора года началась жёсткая, весёлая жизнь, короче. Меня гонял, как сидоровую козу там, блин, полтора года. И я потом после этой армии, я много-много лет, до 50 лет, мне снился один и тот же сон, что меня забирают в армию, в Белоруссию, опять к этому прапорщику. Я 50 лет уже говорю, да у меня, блин, уже всё. Я уже военный билет уже сдаю, как бы. А нет, законы поменялись. Я говорю, да это он прапорщик, он уже умер. Нет, он долгожитель. Так это сформировали, это воинское участие, уже другая страна, уже всё. Нет, она осталась. Всё, блин, блин, думаю, да что за крень такая, что за сон. Я во сне уже спорить со сном стал, потому что он меня задолбал, короче. Я начал, у меня есть способности, я начал погружаться в этот сон. Я начал глубоко, поглубоко смотреть дальше, дальше в этот сон. Подробности пытался увидеть, что же конкретно так заставляет меня его видеть. Давно уже события прошли, всё, я уже забыл всё это. Я увидел, когда я начал погружаться в эту белорусскую казарму, я увидел, что это вовсе не казарма. Я увидел то, что меня, я хотел понять боль моего сердца. Я увидел нары такие вот в четыре ряда, увидел колючую проволоку многорядовую, увидел, что я в женском теле хожу в полосатой одежде, все вокруг автоматчики стоят. Я увидел концлагерь, увидел, как я в этом концлагере голодаю, как я смотрю на людей, которые болеют. Я ухожу из жизни двумя желаниями, первое желание — победить судьбу, второе — помочь людям. С этими двумя желаниями я рождаюсь на земле, в этой жизни. И с детства хочу помогать людям и побеждать судьбу. Всю жизнь вот этим занимаюсь. То есть, другими словами, мы думаем, что в жизни, что происходит с нами, это все плохо, но мы не знаем, зачем это все. То есть, даже когда мы заканчиваем жизнь в концлагере, то это становится основой для следующей жизни. Понимаете? И импульс вот этот, который там дается. Если человек правильно уходит из жизни, а надо всегда сражаться, побеждать стараться. Я хоть в женском теле был, но я ушел очень сильно из жизни. Я всегда хотел помогать, старался, побеждал и уявляясь в жизни, Бог меня послал заниматься тем, чего я хотел. Но я не это вам рассказываю сейчас, не для этого я вам все это рассказываю. Я когда этот сон увидел, я сразу такое откровение сильное, первый раз в жизни я получил, у меня сразу возник вопрос Богу, а до этого какая жизнь была? Вы же тоже не останавливаете? Еще один вопросик, еще один вопросик. Даже есть анекдот, Олег Иванович в гробу лежит, как бы вот. Олег Иванович, еще один вопросик. Послушайте меня, да, лекция, анекдот такой сочнил. И он мне показал предыдущую жизнь, вкратце так, в вехи основные. Потом до этого, до этого, до этого. И я смотрю, блин, примерно одно и то же. Ну, имеется в виду не то, что от жизни одинаковые, а просто идея одна и та же. Ну, примерно такая же судьба, все примерно похоже. Потому что мы же не меняемся, мы же те же самые, у нас косяки не меняются. Все примерно то же самое. Мы развиваемся потихоньку. Но судьба похожая. Я его спрашиваю, я же знаю, что Господь мне показывает. Я его спрашиваю из сердца, говорю, а зачем это все тогда, если это все примерно одно и то же. Я получил, знаете, какой ответ? Не словами, а вот так, прямо знанием. Он мне из сердца дал знание, очень сильно. Я и до этого это знание знал, но пока он мне вот это не дал, я так глубоко не понял. Он мне дал знание, а для того, чтобы ты хотя бы чуть-чуть за эту жизнь ко мне приблизился. Вот для чего это все нужно. Мы-то вот это думаем, для того, чтобы машину купить, там, квартиру, как говорят, надо дом построить, дерево посадить, ребенка вырастить. Вот цель жизни, говорю, тогда это смысл жизни вот в этом. Оказывается, нет. Оказывается, вот когда мы молимся, помогаем людям, когда мы стараемся понять, осмыслить смысл жизни глубоко. Вот в этом заключает цель человеческой жизни. Животные живут для счастья, чистых. Если хочет наслаждаться свободой, тогда тело птицы. Если хочет живое существо, выспаться, тело медведя. Пожалуйста, спи полгода спокойно, без всяких проблем. Вот. Если хочешь всех порвать, тело тигра. Если хочешь доказать свою правду, тело собаки. Она гавкает на всех. Доказать свою правду. Никто не спорит. Все согласны. Понимаете? Но в человеческом теле надо возвыситься. Других целей нет. И все, что у нас в жизни происходит, это просто наше желание жить, заставляет нас иметь детей, семью, работу. Но цель человеческой жизни, если человек не его осуществляет, тогда конфликт интересов Бога и человека происходит. И стресс, в который вы попадаете, непреодолимая сила, которая разрушает у вас семью, работу, все нафиг валится. Это означает, что вы цель своей жизни не выполняете. Вы чего-то другого здесь хотите. И тогда Бог будет настаивать на своем. И пока человек не выполнит цель человеческой жизни, не приблизится к Богу хотя бы чуть-чуть, ничего не изменится. Все будет палиться, рушиться. Это состояние называется стресс. Человек живет и просто у него кипит башка. И он не понимает, что от него хотят вообще. Почему он так все у него плохо. У кого сейчас такое состояние? Вот. Приехали, значит. У меня тоже было, ну, когда я пришел к этому состоянию, я уже, ну, несколько раз в жизни у меня было. Вот, последний раз, два года назад, когда я пришел к этому состоянию, я был уже готов вот на 200%. И я даже без стресса обошелся, просто выполнил свое задание. Веру укрепил, усилил, и все восстановилось в жизни, все наладилось. Когда человек побеждает судьбу, то есть три стадии победы над судьбой. Это такая важная тема. Победа над судьбой всегда происходит в результате памяти о Боге. Память о Боге — это внутренний процесс. Мы не можем вспомнить Бога, потому что мы его не знаем. Человек, какой человек, знает Бога, который вот Богу служил всю жизнь, и Бог ему показался в сердце. Он сначала показывается в виде чувства, потом больше, больше себя проявляет. Можно даже его воочию увидеть. Но большинство людей не могут почувствовать Бога. Человек молится, и он чувствует свои мысли во время молитвы. Он думает о своей жизни в это время. И эта молитва бесполезна. Поэтому для того, чтобы как-то побеждать судьбу, человек должен знать правила, которые помогают ему приблизиться к Богу. Первое правило — это молиться надо с тем, кто чувствует Бога. Даже просто люди хор поют, если очень пение такое возвышенное, то ты почувствуешь Бога через это пение. Но для этого тебе надо погружаться в слушание эмоций тех, кто поет. Потому что в эмоции находится память о Боге. Сам Господь живет в эмоции тех, кто поет. Поэтому нужно... Вот ты слушаешь тех, кто молится, и прямо сильно соединяйся своим звуком молитвы с их эмоциями. Настроение перенимай. Кушай их настроение в свое сердце. И тогда память о себе или судьба перестанет активно существовать. Как только вы своей памятью о молитве, об эмоциях, которые молятся, вот будете соединяться, вы сможете уйти от своих мыслей. Когда человек во время молитвы думает, то он не побеждает судьбу. Потому что судьба находится в памяти о себе. И память о себе у нас колоссальную силу имеет. Чем тяжелее действует судьба, тем сильнее память о себе. Есть три стадии. Первая стадия. Человек думает о себе только после работы. Вторая стадия. Он на работе даже думает о своей жизни. И третья стадия. Он даже ночью думает о своей жизни. Не может вообще отвлечься от своей жизни. Ни на дни секунду. И чем сильнее память о себе, тем тяжелее молиться. Потому что судьба сильно действует на тебя. И пока она действует, ты не победишь ее. А победа над судьбой означает, что все в жизни налаживается. Вот допустим, действует злая судьба. Ты думаешь о молитве, помнишь о ней. И надо еще две вещи сделать. Первое. Принять судьбу. Означает не то, что тебе нормально. Ты просто говоришь. Я совсем согласен. Вот все, что происходит, это мое. Это мне надо. Я совсем согласен. Это первое, что надо сделать. И второе, это сильно славить Бога, благодарить Его за все. Вот эти две вещи. Надо согласиться и благодарить. Поэтому Аллилуйя означает спасибо, благодарность. Когда человек повторяет молитву, то есть вход молитвы и выход. Вот я, допустим, повторяю Аллилуйю. Лучше всего разделить одно слово. Аллилуйя означает слава тебе, Господи, благодарность. Завтра мы об этом поговорим подробнее. Потому что завтра у нас весь день выделен чисто на обучение, как побеждать судьбу. Это очень практично, если вы придете и попробуете это сделать. Это очень сильная практика. Если вы один раз ее пройдете, потом на всю жизнь запомните. У нас же был ретрит уже здесь? Нет. Ни разу не был? Ни разу. У вас будет... Вебинар участвовало 40 человек. Один раз. Ну, вебинар это не то. Вживую это... Вебинар был очень сильный. Да? Татьяна у нас такая энтузиастка. Она на все мои лекции онлайн ходит. Уже много лет. И она даже на улице, на остановках людей останавливает. Ты лекции слушаешь. Они ей верят. Она так говорит, что люди начинают слушать лекции. Вот кого она из вас привела, Татьяна, заставила ходить на лекции, поднимите руки? Есть такие? А они все пришли. Есть он человек, поднимает руки? Сейчас я вам открою очень знание важное, что когда человек имеет какую-то трудность в жизни, любая трудность преодолевается молитвой. Но кроме тех, которые вы должны преодолеть с помощью аскеза добрых дел. Ну, то есть, например, ты если имеешь плохое здоровье и не совершаешь аскеза на природе, то ты молитвой это не вылечишь, потому что у тебя не хватает питания. И надо питаться от природы, иначе ты не вылечишься. Я вот всегда хватаю природу, когда есть возможность. Но у меня организм тренированный, поэтому я вот из лекции иду без шапки. Минус сильный. Я иду без шапки и за 7 минут ходьбы прямо хорошо восстанавливаюсь. Энергия праны. Минус – это очень чистая энергия праны. Вот очень ледяная холодная вода – это чистейшая энергия воды вообще, чистейшая, самая лучшая. Но её надо научиться всасывать. Люди, если человек в воду ногу погружает, и у него судорогой сводит, значит, у него организм не готов к такой энергии. А если он спокойный, можно сидеть 4,5 минуты и очищаться ледяной водой. Также холод – это чистейшая энергия праны или воздуха, энергетическое воздухо. Допустим, в Дубае такой энергии нет, там только чистое солнце. А вот здесь можно хватануть прану. И только на минусе можно реально очищать свой организм, здоровье. И также снег тоже, чистейшая прана. Это не энергия воды снега, это не энергия праны. Это воздушная энергия. Я, когда приехал в Екатеринбург, там я в баню зашёл, там вода 28 градусов. Думаю, блин, я хочу ледяную. Думаю, что же делать? Начал ходить там, смотрю, там другой выход есть в этой бане. И там прихожка такая, ну как бы и снег лежит прямо на нас. Я думаю, вау! И такой разделся, лёг на снег. Семь с половиной минут лежал там, минус 20 температуры было. Снегом себя засыпал. Семь с половиной минут. И потом баня варится. Очень зарядился хорошо, прям супер. Но вы не сможете. Это надо научиться, мои хорошие. Нужно время вам, чтобы это всё освоить. Это очень классно так жить, очень классно. Когда ты энергетически наполнен, так хорошо, вообще супер. Просто летаешь, даже в 60 лет летаешь, вообще здоровье шикарно. Я делюсь с вами просто. Как вот классно жить. Даже ты можешь перелететь через континент и потом в баню, и всё, ты восстанавливаешь. Я всегда с самолёта сразу в баню. Чемоданами прям. Сначала ледяная вода, потом парная. Пять слоёв воды, по пять слоёв парной. Потом один слой воды в конце. И просто расслабуха полная. Вся вибрация самолёта уходит нафиг, ничего не остается. Поэтому у меня нет осложнений никаких от перелётов. У меня нет перегрузки, потому что я снимаю всю эту энергию водой. Вода убирает все вибрации из человека. Она всасывает в себя всё. Освобождает человека от всех проблем. Так что это знание надо тоже изучать. А сейчас я вам расскажу знание, как можно молитвой непреодолимую силу выгнать из своей жизни любую. Допустим, у вас по судьбе какая-то хрень идёт, всех женщин бросают, или у всех рождаются непонятные дети, или мужики умирают в каком-то возрасте. У кого такая хрень идёт по роду, по судьбе, такого нет у вас, да? Есть. Всё, можно молитвой победить. Любые эти проблемы можно. Есть три стадии молитвы. Три стадии. Ты просто что делаешь? Ты просто делаешь то, что завтра я расскажу подробнее. Просто учишься помнить о Боге. И славить Его, принимать судьбу. Всё, три вещи всего делаешь. Ты стараешься не думать, не думать вообще о своей жизни. Заставлять себя думать о Боге, славить. Для этого очень медленное повторение молитвы от сердца должно быть. Сильный голос тех, кто молится. Всё это соединять. Славить Господа, славить. И принимать. Говорит, спасибо Господь, спасибо, что ты мне подарил такую жизнь, что я испытание твое прохожу, что я такая верная, красивая, такая настоящая девушка. И спасибо, что ты меня испытываешь на вот эту вот любовь. Благодарить Бога и славить Его, славить, славить Его постоянно. Первая стадия происходит внутри человека. Реально в сердце настолько сильно успокаивается, здесь появляется такое спокойствие. Ты прямо вспоминаешь ситуацию, которая у тебя произошла, и у тебя чувство, что всё будет хорошо. Первая стадия победы на свою 33%. Ты прямо чувствуешь, что всё будет хорошо, и кажется, что всё уже решилось. Но на самом деле это обман. Это только начало. Три раза человек будет чувствовать, что всё уже закончилось, всё хорошо. В сердце три раза будет чувствовать. Первый раз, поэтому цифра три, да, три девять земель, три девятая царства, там, Бог любит Троицу. Это всё три стадии победы над судьбой. Первая стадия в сердце происходит. Всё будет хорошо, спокойствие железное вот здесь, всё отлично. Муж не возвращается и не собирается, сердце спокойствие. Противоречие такое сильное. Ты уже не печалишься, не переживаешь, у тебя всё нормально, но он не возвращается, скотина. Да, первая стадия спокойствия в сердце, удивительная стадия такая, необычная. Вторая стадия между нами находится, нить очищается, нить. Но чтобы на вторую стадию выйти, человек должен для этого заставить себя молиться дальше. И он должен продолжать свой путь победы над судьбой. Потому что на второй стадии находится искушение свалить с этого пути. Приведу пример. Один мужчина, его бросила жена, и он такой пришёл на лекцию разбитый, но очень разумный человек. И он такой, я ему рассказал, как молиться, он всё всосал, как губка такой. Через месяц я приезжаю в Москву, он стоит такой весёленький, сидит. Я говорю, ну что? Он говорит, у меня лёгкое сердце, свободно, спокойно, так, чисто, хорошо. Я говорю, всё, на вторую стадию. Давай, надо ниточку, связь очищать между вами. Ниточку вот эту, связь очищать. Чистая память от человека должна быть. На второй стадии ты, ну до этого у тебя вроде спокойно, ты человеку даже говорить не можешь, так обидно, то, что он так поступил, у тебя в сердце чувство предательства, ты не можешь с ним поговорить. Если ты вторую стадию проходишь, ты с ним разговариваешь, как будто ничего не произошло, у тебя спокойно, уже не просто в сердце, а в отношениях. Ты можешь легко с ним разговаривать, ты можешь дружить с ним, с этим человеком, который тебя предал. И у тебя ничего там не ёбнет внутри, всё чисто. Чистая память, всё плохое прошло, ты вспоминаешь. Чистая память у человека, всё. Хорошее вспоминаешь, плохое не вспоминаешь. Нет боли от событий. Ну и он на первую стадию, прошёл первую стадию, ему хорошо. Я говорю, теперь на вторую? Он говорит, Олег Геннадьевич, а я подумал, а зачем? Столько девушек хороших, красивых. Нафиг она мне нужна? Вот она предала меня. Я хочу найти другую себе. Вот здесь даже на лекции так много девушек хороших. Я ему говорю, слушай, это при чём тут девушки вообще? Ты же свою судьбу побеждаешь. Ты себе сейчас найдёшь девушку, с которой вторую стадию будешь отрабатывать. Ты же судьбу-то не победил. У тебя семья развалилась, что, от девушки, что ли, из-за девушки? Она, эта судьба к тебе пришла, тебя испытывать. И он говорит, а как победить-то? Вот как победить? Я не победил. Мне ещё две стадии, надо как пройти? Как болиться? Я говорю, так вот для этого и даётся человеку время возвращать человека. Не для того, чтобы его загрести себе по-любому, а для того, чтобы стадии все пройти. Это как тренировочный у тебя полигон такой. Вот и тренируйся. Он говорит, ты чего, сколько ещё молиться? Я говорю, ну ты первую за месяц прошёл, значит, всё будет быстро. Давай, очищай отношения, возвращай жену. А он говорит, а если она вернётся? Он испугался так сильно. Я говорю, ну тогда она тебе подарит счастье. Он говорит, я в это не верю. Я говорю, вот это в этом чудо Бога заключается. Что даже если ты не веришь, за одного битого, семь небитых дают. Он говорит, ладно, всё, я понял, Олег Геннадьевич. Он такой разумный, говорит, буду вторую стадию пройти. Начал молиться, очищать вот эту связь свою. На второй стадии есть два этапа. Первый этап. Тебе легко общаться с человеком, а ему ещё нет. Это ты половинку ниточки свою только, половинку прошёл, а ещё его половинка есть. Потом ему легко становится с тобой общаться уже. И это 66% побед над собой. После второй стадии чувствуется, что всё вернётся. Мы дружим, всё хорошее отношение, всё у меня спокойно в сердце. Всё. Но он не возвращается, потому что ещё не три стадии пройдено. И чтобы выйти на третью стадию, надо тоже сдать экзамен. Вот на первой стадии проверка на вшивость, да? Человеку хорошо встал, ну и пошли все нафиг. Мне никто не нужен, мне не так хорошо. Проверка на вшивость. Вторая стадия проходит. Какое испытание человека? Испытание такое, что нужно принять волю Бога. В конце второй стадии нужно сказать, я иду на третью стадию, Господь, твоя воля, да будет воля твоя. Если ты хочешь, чтобы он вернулся, он вернётся. Если ты хочешь, ты считаешь, что благо будет, чтобы он не вернулся, пусть не вернётся. И я иду на третью стадию. Если ты эту фразу не произнесёшь, а скажешь, я хочу по-любому, чтобы вернулся, третья стадия пройдёт, но ничего не получится у тебя. Потому что ты экзамен главной жизни не сдал. Ты не в Бога веришь, а в человека. Должен Богу дать право выбора, а не заставлять его делать, как ты хочешь. Вот на третью стадию, когда переходишь, должен это право отдать Богу, и дальше поехал молиться. И когда ты прошёл третью стадию, то у человека, который ты молишься, внутри него происходит изменение. Он осознаёт, что он глупость совершил, у него совесть включается, он начинает понимать всё, у него начинает меняться жизнь. И всё ему в жизни показывает, что надо возвращаться. Но у него есть выбор, потому что Бог всем даёт этот выбор. И если ты свой экзамен сдал, свою судьбу прошёл, и он говорит, я не возвращаюсь, у него такой выбор есть, то Бог ему даёт жизнь, в которой он будет страдать, наказывающую жизнь даёт ему. Хотя сначала идёт замануха, кажется, что наоборот всё будет классно. Но потом оказывается, что нет. А тебе сразу даёт другого. Он скачет прямо сразу на белом коне, ты свой экзамен издал, всё, получи, распишись. То есть у Бога нет такого, что ты должен всю жизнь страдать, как говорят, одиннолетие, обед без... венец безбрачья и так далее. Понимаете, бездетность и венец. У Бога такого нет вообще. Экзамены сдал, получи. Вот Бог всегда даёт людям всё, что им нужно в жизни. Надо ребёнка, получи ребёнка. Даже если у тебя все органы вырезали, Бог тебе может всё равно ребёнка дать. Он может суррогатное материнство там, или просто возьмёшь на воспитание ребёночка маленького. И он будет твой ребёнок. Не чужой. Он говорит, что это чужой. Нет, это будет твой ребёнок. Есть два типа моего ребёнка. Один снаружи появляется, другой изнутри. Это тоже мой. Вы об этом ничего не знаете просто. Но Бог так делает, что это будет твой ребёнок. То есть нет такого, что женщина должна без ребёнка остаться и без мужа. Нет такого. Сдала экзамены, если ты женщина, будешь замужем. Всё. Надо сдавать экзамены. Вот чем. А сдаются экзамены с помощью трёх ступеней. Первая ступень. Напитайся энергией, стань сильной. Вторая ступень. Отвяжись от себя. Начни жить для других людей. Начни добрые дела делать. Помогать другим. И третья ступень — это молитва. И это самая главная ступень. Потому что пока человек к Богу не приблизится, Бог ему не даст счастливой жизни. А когда ты три стадии, три круга побед над судьбой проходишь, тебе само собой, ты же прошёл все эти круги. И Бог тебе даёт твой подарок. И это и есть вера. Потому что вера в Бога приходит, когда ты видишь результат. Вера — это не чисто такая демагогическая вещь. Верую я, верую там. Вера означает, ты видишь результат. Ты молишься и знаешь, точно ты победишь. Всё, у тебя нет сомнений. Понятно? Тогда вера приходит. Один раз три круга пройдёшь в жизни, и ты уже никогда больше не будешь сомневаться в Боге. Поднимите руку. Кто прошёл три круга и получил результат? Во! Настоящие герои. В честь вас песня. Немножко песни, потому что иначе устают люди слушать. Так, вера — это самое главное в жизни, это стержень жизни. Вера неправильная, будет стресс, обязательно. Стержень неправильный, Бог не даст туда идти долго. Даст попробовать, потом будет всё ломать. Потому что Он заботится о нас, у нас вечный Отец. Он ждёт нас в своей обители, хочет, чтобы мы пришли и вернулись назад. Поэтому, если ты чувствуешь, что всё ломается, дай Ему возможность, не надо бунтовать, не топай ногами. Ломает твою жизнь Бог, прими. Это очень больно. Это очень тяжело. Самое тяжёлое принять, когда тебя разлучают с теми, кто тебе очень дорог. Это очень тяжело. Но в этом мире мы все останемся одни в конечном мире. Да, Бог иногда может дать второй раз с кем-то встретиться. И даже мы можем в духовную реальность уйти вместе за ручку. Такое тоже возможно. Но это возможно только для сильных людей, которые сдают вместе в жизни свои экзамены. Все остальные будут разлучены в этом мире. Хочешь сдавать экзамены, сдавай. Останешься вместе, пойдёшь дальше. Я такое тоже видел. Людей, которые вместе остаются, идут дальше. Но это необычные люди. Они как скала крепкие. С ними ничего не сделаешь. Их даже если разлучишь, у них сердце не трогнет. И сколько. Потому что они понимают, что верность — это не хотеть себе человека. Верность означает давать ему возможность быть счастливым, где бы он ни был и с кем бы он ни был. Это настоящая верность. Она Божественную природу имеет. И это недешёвое чувство возникает, если ты сильно напитан Богом. Вот Джузеппо Маскати, такой человек, он отдал свою любимую. Отдал без зазрения совести. Просто отдал. И служил ей. У него, его лучший любимый друг забрал у него его любимую. И он им всю жизнь помогал. И жил всё время один. Потому что он остался берен этой девушке. Это святой человек. Но он не страдал, не плакал, не хныкал и не лил слёзы. А он просто счастливо любил людей всех. Был счастлив за ним. Всех, кого он видел. Это очень высокий уровень развития человека. И он пошёл потом в рай. И там продолжает слушать. Всё то же самое. Ничего не поменялось. И потом выше ещё пойдёт. И после следующей жизни, вот это сейчас у него будет, потом следующая, а потом он пойдёт к Богу уже. И всё. Вечная жизнь потом дальше. Вот так надо жить. Промчался он звездой горящей, погиб охваченной огнём. Чтоб наше небо было ясным. Но всегда остался в нём. Вот. Три стадии побед над судьбой. Три круга вот этих. Так важно это уметь знать, видеть, как это работает. Перед этими тремя кругами есть ещё такая штука, которую вообще просто очень трудно людям понять. Это называется «прими свой крест». Вот пока человек его не принимает, даже не начинается победа над судьбой. Ты хоть молись, хоть не молись. Ничего не изменится в твоей жизни. Потому что сначала ты должен понять, зачем Иисус Христос пошёл на Голгофу. Вот это вот. Нахрен ему надо было. Ему сказали, можешь не ходить. Зачем он взял этот крест свой? Зачем он пошёл? Него кидали камнями, поливали люди. А он шёл, потому что это и есть то, что каждый человек в своей жизни должен сделать. Он должен сказать, Господь, я со всем согласен. Принимаю твою ношу, свою ношу принимаю, моя судьба. Беру свой крест, не такой, как у тебя, поменьше. Но я его беру и несу в горочку. Со всем согласен, не спорю. Если человек это сделал, дальше треть стадий победы над судьбой. Если не сделал, никаких стадий не будет. Невозможно. Потому что ты должен сначала принять свой крест. Принятие основы жизни. Бог дал человека. Это твоё отражение. Одна женщина меня спросила, Олег Геннадьевич, покажите мне мою судьбу. Можете показать? Я говорю, могу. Она говорит, показывайте. Я говорю, закрывайте глаза. Закрыл. Я говорю, вспоминайте своего мужа. Детей, начальника назовут, родственников. Вот это и есть ваша судьба. Она говорит, что вы имеете в виду? Я говорю, имею в виду, что в вашей жизни Бог вам не даст ничего, кроме вашего. Всё, что в прошлом делали, получили через них. В этом мире не бывает ни случайностей, ни несправедливостей, ни каких-то непонятных комбинаций. Всё, что получаем, наше. Если ты согласен, если ты веришь в Бога, вера означает не роптать. Всё, что положено, берёшь благодарно, потому что то, что положено, как человек, когда его сажают, он раскаивается, ему уменьшают срок сразу. Так и здесь тоже, в жизни. Если ты со всем согласен, принимаешь свой крест, тогда сразу легче будет жить. Потому что ты со всем согласен. Ты богопослушный человек. Богопослушный – это не тот, который бот башкой об сену бьётся и говорит, грешный я, грешный я, грешный я, грешный. Нет, сослушный – это тот и принимает всё, что Бог даёт. Так мы с вами изучаем природу конфликтов. Мы с вами говорили о том, что конфликт – это то, что возникает, значит, у тебя неправильная жизнь. Мы начали с того, что большинство людей не питаются энергией природы, поэтому у них всё валится в жизни, потому что нет сил. Второе – это то, что человек должен очень сильно включиться в отношениях с другими. Должен понимать, что есть социальная жизнь. Социальная жизнь требует мышцы. Социальные мышцы сотканы из любви к людям. Есть разные виды любви и разные виды счастья. Например, женщина хочет семью. Означает, что она хочет, чтобы о ней заботились. Это значит, что она должна заботиться о других. Если она сидит дома, мечтает, хочет замуж, нифига ничего не выйдет. Замуж означает – иди, всех люби, всех заботься, думай о других, помогай всем. Будь социально активной, очень активной социально. Везде участвуй во всём. И тогда тебе Бог даст человека. Именно Бог даёт человека. Но есть две категории. Одни женщины могут сшибать мужиков с ног, а другие – не могут. У одних внутренняя красота, которые могут подарить счастливую семью. У других – внешние, которые могут подарить вынос мозгов. Мужики только на внешнюю красоту реагируют. Внутреннюю вообще не видят. Есть девушки, у которых только внутренняя красота, их никто замуж не берёт. Они могут прекрасно подарить тебе семью, но никто замуж не берёт. Потому что все хотят бразильского телесериала. Все хотят, чтобы было жарко внутри, грелось сердце. Но если у вас такой красоты нет, тогда можете просто просить, чтобы познакомили. Потому что есть парни, внутренняя красота, девушки внутренние. Их тоже не видно. Вот у меня та девушка на такой парень не сможет посмотреть с внутренней красотой. И надо внешне, чтобы красота, чтобы он выносил мозг. Потому что чем красивее парень, тем больше у него амбиции. Чем красивее женщина, тем больше амбиции. Как один мой знакомый показывает, говорит, мне вот эта девушка нравится. Я говорю, ты за неё не заплатишь цену. Он говорит, да зачем цену обязательно платить? Я говорю, потому что у женщины красота – это её амбиции. И она тебе, она знает, сколько она стоит. И она будет требовать от тебя. Он говорит, я не верю. Он говорит, жизнь покажет, мой дорогой друг. Так, девушки, или нет? Вы же знаете, сколько вы стоите, или нет? Да. Самая молодая девушка. Дёшево не продадитесь, да? Или нет? Кто дёшево продаст? Ответ – тишина. Вот, хорошо. Социальная сила означает, что человек может сделать то, что ему надо в жизни. Каждому человеку нужен успех. Ну, невозможно без успеха жить. Он нужен. Мужчине нужно, чтобы была успешная деятельность, работа. Женщине нужна семья. Мужчине тоже нужна семья. Хорошая жена. Всё это достигается у каждого по-разному. Мужчине надо стать сильным. Сегодня 23 февраля, день мужской силы. Благословение мужчинам все. От женщинам. Мужчина должен понимать, что цель его жизни – это победа. Он должен… Пора заканчивать. Да? Во сколько? Вот так. Потихоньку, да? Мужчина, закончите, пожалуйста. А? Закончите мысль. А у нас до скольки лекций? До полдесятого, да? Или до девяти? У нас до девяти, и ещё до полдесятого можно находиться здесь и потом там. Поэтому вы завтра продолжите. Вы можете говорить, если все сидят. И если все завтра придут. А если все не будут. Поднимите руку, кто придёт. Ой, какие молодцы. Простите, всё, я ухожу. Только вам сказали, что коврик, и последние удивились и испугались. Можете и без ковриков приходить. Но если будут коврики, больше будет вам удовольствия. Правда? Да. Ну, продолжайте. Здесь 15 минут. Поставим. Вопросы. Начальство ничего не сделает. Я не знаю, что это за человек. Она создала торт один, много лет, 20 лет назад. Торт очень вкусный. С любовью, с молитвами готовила. Всем разносила, всем начальникам по городу. И потом так сильно этот торт всем понравился. Короче, возникла фирма, которая вот с молитвами этот торт делала. Вытеснили все торты в городе. В очереди стояли за этими тортами. Все ели только этот торт. Поднимите руку, кто помнит это время. Я маленький эпизод просто из своей жизни вам расскажу. Несколько лет назад я приехал на самолете, и надо было мне организовать баню. И там баня такая хорошая, но там еще ремонт был, достраивалось все. И мы не могли найти, как зайти, там было закрыто. Вот. И она за угол заходит, говорит, я сейчас все сделаю. Вот. Представляете, я думаю. Она мне открывает, короче, это. С другой стороны. Я тут захожу, а там снег, зима, короче, лед. И забор высокий. Она через него перелезла. Что-то не открыть, а дверь. В таком возрасте, представляете. Это нереальный человек вообще. Я оболдел, когда это увидел. Ладно. Итак. Социальная сила. Мы изучаем социальную силу. Вот. Все, теперь заканчивайте. Она мне говорится. Я не то начал говорить. Короче. Все. Вот. Социальная сила означает отдать свою жизнь другим. Есть разные виды успеха человека. Они все разные силы социальные требуют. Например, мужская красота – это всегда победа. Если мужчина не добивается в жизни своего, он не достигает цели, он не будет иметь хорошую жену, хорошую работу, здоровье хорошее. Все у мужчины идет через вот это желание побеждать. Нужно преодолевать трудности, нужно достигать своих целей. Женщина должна жить в гармонии, в любви с людьми. Она должна всех прощать, всех терпеть, любить, заботиться. Тогда она становится счастливой. У каждого своя программа. У мужчины своя, у женщины программа. Своя социальные силы у человека. Это большая, серьезная тема успешной жизни. Означает, что должен оторваться от своего желания. Вот есть везде, во всех случаях жизни две стороны качели. Одна сторона качели – мое желание, которое меня душит. А вторая – это что надо сделать, противоположное против этого желания, чтобы достичь этого желания. Вот хочешь богатства – помогай людям. Хочешь власти – забойся и уважай правительство старших. Если хочешь славы – делай пользу, приноси пользу людям и забудь про все. Хочешь денег – корми людей. Сделай так, чтобы у них был комфорт, чтобы им хорошо было. Бог тебе навалит денег. Если хочешь власти – значит, бери ответственность за людей. Отвечай за их жизнью. И уважай правительство, и культуру, в которой ты живешь. Вот уважай все, что имеешь, и заботь, и ответственность берешь. Будь власть. Если хочешь славы – делай то, что людям очень надо. Помогай им. Можешь знания давать им, или пой для них красивый, еще что-то. Делай то, что им сильно хочется, и ты получишь славу. Все виды благ в этом мире только через преодоление себя. Когда человек перешагивает через себя, становится бескорыстным, живет для людей. Первая стадия, в которой нет успеха. Бог тебе просто показывает – делай, делай. Ты делаешь, как будто бы ничего не происходит. Все копится внутри, а потом раз резко, и все меняется в жизни. Как айсберг тает, тает, потом резко раз переворачивается. Так и в жизни человека. Он делает добрые дела, живет правильно. В жизни все меняется. Сначала у человека меняются взгляды. Это первое, что происходит. Потом у него меняются привычки. Потом у него меняются друзья. Потом у него меняется работа. А потом только личная жизнь. То есть есть разные глубины кармы, и перемены происходят в такой последовательности. Какие вопросы у вас по поводу этих двух лекций? Да, ваши вопросы? Да? Ну, говорите, говорите. У меня вопрос про родителей. Мой папа ушел 6 лет назад. И конфликты были с семьей более 10 лет. Несилие, избиение, в общем, все на мои глаза. Здравствуйте всем. И дальше продолжайте. И, в общем, он ушел не очень хорошо. Служцы, ну, я не знаю, я слушаю давно ваши лекции, и мне кажется, это демоны, в общем-то. Не важно. Просто молиться за папу. Да, вот я молюсь, и я просто стала слушать ваши лекции, и стала молиться. Но я не знаю, как это было с ним отношение. Я не понимала женскую, ой, мужскую природу. Когда он ушел? 6 лет назад. Ну, сначала он был в теле привидения, потому что суицид означает теле привидения. Это продолжалось около года. Потом, дальше, после этого, его потащило вниз. То есть он пошел на низший планет, потому что жил неправильно. Потом вы... Ну, и он там находился внизу. А где-то полтора года назад вы начали молиться, да? Да. Слушать лекции. И вот с этого момента, как только у вас возвышение сознания пошло, вы начали его оттуда тянуть, вытаскивать. И вы тянете его до сих пор. До сих пор поднимается потихоньку вверх. И если вы еще где-то 7-8 месяцев промолитесь, у вас сердце облегчение сильное наступит, то он родится на земле в семье верующих людей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok